МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласитесь, что первая ассоциация со словом «Восток» – это сказка. Тысяча и одна ночь, или Бабай, 40 разбойников. Прилетая в Дубай, чувствуешь себя в такой сказке, но только без разбойников. И дело не только в том, что в преусплевающей стране много дорогих и очень дорогих товаров. Просто здесь не отказываются от своей индивидуальности, а это самое ценное в современном мире. Салым за невесту здесь до сих пор платят золотом – это килограммы, поэтому удобнее подарить украшения. Они здесь очень тяжелые. Традиционную одежду носят все – и женщины, и мужчины. Она, естественно, соответствует нормам ислама и идеально подходит для жары. Вот такое длинное морское платье называется кондура или деждаша. На голову надевается белая кружевная шапочка – гафея. Сверху платок гутра и венчает все это вот такой черный жгут-эгал. Но у него своя история. Когда-то, очень давно, погонщики верблюдов в пустыне этим жгутом стреноживали верблюдов на ночь, чтобы те не убежали. Женщины, естественно, носят длинные платья. Но самое удивительное – ношение традиционной одежды здесь никому не навязывается. Это, правда, личный выбор. Поверх платья или шаровар надевается абайя. Все они здесь высоких марок и невероятно удобны в жару. Они создают эффект термоса. То есть там внутри температура моего тела все те же 36,6 градусов. Да, ну и, конечно, волосы надо прикрыть. Здесь ценят различия. Мужчина должна отличаться от женщин, свои – от чужих. И иностранцам не стоит носить арабскую одежду. Но в том, чтобы почувствовать себя женщиной-невидимкой, что-то есть. Впрочем, и европейская мода, и декоративно-прикладное искусство всегда вдохновлялись восточными традициями. Например, вот такой кофейник «Далла», воплощающий, по-моему, все восточное гостеприимство на свете, захочет иметь каждый владелец российского дворца. Ну, а остальным придется согласиться на уменьшенную копию. Редактор субтитров А.Семкин